С недавней поры мы перестали гнаться за компьютерами. Но это не значит, что компьютеров в доме становится меньше. Нет, каждый год в личном моем доме прибавляется по компьютеру, потому что каждый отдельно взятый компьютер, опять же, должен выполнять свою функцию. Как вы думаете, я похож на миллионера? Ну, кто-то может сказать, да, наверное, тот, кто знает, на чем я езжу. Тем не менее, миллионы-то у меня только в долгах. А компьютер я покупаю по одной простой причине. То есть дома есть компьютер для интернета, дома есть компьютер для любимой нашей сети Магинфо, дома есть компьютер для моей работы, и дома обязателен компьютер... А для чего он обязателен? Ну, для того, чтобы хранилась там ваша индивидуальная личная информация. Потому что если у вас только один и навороченный компьютер, и вот вы внезапно подцепили дивный вирус, есть там такой, который грохает овишники, jpeg, wav-файлы, ну, то, что самое нужное в вашей жизни, в вашу историю, тогда все, пиши, пропало. Либо плюхайся и пытайся восстановить, если успел. Как можно купить столько много компьютеров по цене? В принципе, ну, одного-двух навороченных. Конечно, вам не стоит увлекаться дивной рекламой и гоняться за четырьмя ядрами, четырьмя гигами. Какой смысл? Когда можно здесь, в магазине товары для дома, точнее, все для дома, а точнее, это старый, добрый, точнее, новый, старый, добрый детский мир, извините, понятно, где располагается. То есть улица труда. Так вот, сегодня и сейчас здесь мы подбираем персонально ваш компьютер. По цене? По цене компьютера, так круто пропиаренного, сетевыми магазинами. То, что компьютеры для нас это часть жизни, ни для кого не секрет. То, что Россия это не страна игровых консолей и яблочных дорогущих станций, пожалуй, тоже. Ноутбук для нормального юзера неприемлем. Специалист по софту точно знает, какой хардваре ему нужен. Что-то непонятное и для девушек, ну, расшифруем для девушек. Компьютер, это как швейная машинка, в которой шпулька должна легко выниматься, а сама машинка строчить качественно и надежно. Если нас смотрит автослесарь, то по аналогии скажем, компьютер должен иметь распространенные расходники, фильтры и ремни и ремонтироваться не так, как АК. Если педагог-филолог с компьютером не дружит, то для него компьютер должен быть настолько удобен, как и темная матовая рифленая доска. А мелки лучше фирменные. И первый, и второй, и третий, и десятый специалист своего дела знает, где и у кого купить. Подешевле. Свой профессиональный инструмент. Согласитесь, если сострябать комбайн из всего вышеперечисленного, толку от него, по сути, будет мало. Но ваш индивидуальный инструмент собрать и не задорого, правильнее из комплектующих. И давайте объясним на пальцах, буквально. Я хочу влазить в интернет. Что мне достаточно? Вам достаточно средней частоты процессор, не самую мощную видеокарту, так как разбег цен достаточно большой. Зачастую люди приобретают, не знают того, чего они приобретают. Сетевая карта, минимум оперативной памяти, минимум питания. И цена вопроса, можно ли в 8500 уложиться? Цена вопроса в 8500, это будет достаточно приличный вариант, который даже не только для интернета, но и в какой-то степени для хранения какой-то информации. У меня есть супруга, которая и тоже любит интернет, но в основном она ведет бухгалтерию. Сейчас все девушки практически, все уважающие себя девушки, имеют экономическое образование. Либо занимаются еще параллельно каким-то бизнесом. Что ей достаточно? Нужно ли ей, опять же, такое сверхнавороченное, с большим количеством памяти, монитором на 23 дюйма? Если вам для лазаний по интернету, для наглядности просто необходимо, видеть все эти баннеры, всю эту красоту, графику, вам, конечно, хорошо иметь монитор за 20 дюймов и выше, но ей это ни к чему, потому что долгое сидение за такими мониторами не приведет ни к чему хорошему и повлечет тяжкие последствия даже для здоровья, для зрения, в частности. Ей вполне достаточно будет 17-дюймового монитора с минимумом разрешения, потому что смысл оплатить денег за то, чего не используешь и просто нет. Давайте цену просто назовем уже компьютера с такого, с монитором, ну примерно хотя бы. Компьютер с монитором, если приобретать, в частности, для вас, для вашей жены, даже если один на двоих, цена вопроса от 16 тысяч рублей будет вполне приличной, приличная рабочая станция. И у нас есть уже подрастающее поколение. Так, подрастающее поколение, это поколение Call of Duty, поколение Medal of Honor, редкое поколение молодое, сейчас играет в самую грузящую графику программку ИЛ-2, штурмовик, и он хочет что-то очень быстрое. Нужно ли ему мощный дисковый массив для того, чтобы поиграть в игрушку раз в месяц, а потом ее просто спокойно снести? Да, это один из способов снижения стоимости рабочей станции и, как вывод, снижения нагрузки на карман. А можно ли просто нагрузку на карман снизить, используя ваши кредиты? Естественно, у нас предложено несколько банков. Человек может прийти буквально с одним паспортом, может на месте оформить кредит до года под довольно-таки привлекательные процентные ставки. Банки представленные у нас уже зарекомендовали себя как честные партнеры. И все уже будет зависеть от честности самого потребителя. Ну, теперь как правильно и грамотно честно вести бизнес? Вам, конечно же, неохота краснеть и вреднеть и принимать технику на гарантию, потому что те большие сетевики, они даже не краснеют, они вреднеют. Они берут все это дело и в кучу складывают, а вас потом там парят месяц, два или три. Вы с какими комплектующими работаете? Комплектующие у нас представлены ведущих фирм, те, с которыми удобно работать в плане гарантии. То есть стараемся мы обслуживать, если даже наступает гарантийный случай, обслуживать мы его стараемся максимально в короткие сроки и индивидуально с каждым человеком. Плюс огромный в том, что сервисный центр у нас находится здесь же, в этом же здании. То есть человек, если даже не дай бог, что случится с его станцией, ему не придется ездить по всему городу, а то и по области. Тот, кто внимательно прослушал эту информацию, может провести простой тест. Тест этот безусловно заставит попотеть продавцов-консультантов. В результате этого теста вам в принципе станет все понятно. А если вы в вопросы заправите еще и мудреные словечки типа Radeon, Matrox, чипсет и так далее, то в принципе, желание брать у сетевика отпадет само собой. Вместе с вашим визуальным восприятием цены вопроса. Кстати, не факт, что если везти много, значит дешевле. И абсолютно не факт, что качественнее. У индивидуального предпринимателя и по сути только у него можно индивидуально скомпоновать компьютер за небольшие деньги. Можно и купить коперсканер и принтер и все в одном в цене до 4000 рублей. Индивидуальный предприниматель в большей степени заинтересован в максимально быстром обороте денег. И завозит, как правило, именно востребованные вещи. А востребована сейчас функциональность и небольшая цена. Цены в салоне компьютерной техники и альт, что в супермаркете все для дома настолько приемлемы, что после прошлого сюжета сюда ездили со всего города, как за дефицитом в свое время. Так как сегодня в перенасыщенном коммерческими предложениями эфире слишком мало компетентности, порядочности, желания грамотно и долго и главное надежно работать, не оставляя вас, дорогие покупатели, без штанов. Я не без гордости скажу, что отношу себя к поколению да, к поколению Пепси. Потому что, ну, поколение Пепси получило первую полиэтиленовые пакетики с маркой Пепси, извините, в 86-м году. Мы тогда с круглыми глазами приходили на выставку информатика в жизни США. В 88-м году мы уже на калькуляторах писали себе программки и играли в лунолёт. МК-53 был такой калькулятор. Самый интерес началось чуть позже, в 91-й и 97-й год. Мы начали собирать компьютеры, мы умели делать пельмени, мы знали, как приготовить вкусно борщ. Сколько конкретно и чего положить туда. Новое поколение, вот это самое пельменное поколение, воспитанное в непонятных традициях, но новое поколение должно знать и уметь многое, опять же. Поэтому это информация для нового поколения, для тех людей, которые ещё, и для тех детей, которые ещё, и в том числе, и в школе. Когда вы вымогаете у папы, насмотревшись рекламных роликов, папа, купи мне компьютера 4 ядра, 4 гига, я буду крутым перцем там навороченным, а папа вам говорит, извини, сынка, обломайся, денег нету, и такого добра скоро ещё не будет, то надо думать, к кому обращаться. В сети шутер, вы себе сможете взять интернет-лазратель, вы себе сможете взять всё, что угодно. И при этом вы реально сэкономите. И это, по-моему, сейчас самое главное.